К трём часам дня, 24 июня, в социальных сетях начали появляться кадры пожара из соседнего Фрязина. Причина возгорания в административном здании НИИ Платан уточняется. 24 июня 2024 года в 14.39 минут стали поступать сообщения о пожаре на территории промзона в городе Фрязина. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений в восьмиэтажном производственном складском здании происходило горение на нескольких этажах. В силе пожарных были сосредоточены на спасении людей. Звенья газо-защитной службы пробивались пострадавших по внутренним лечным маршам. Работа пожарных осложнялась высокой температурой и плотным задымлением. При проведении спасательных работ и разведке внутри здания произошла серия взрывов и моментальное распространение огня на значительную площадь. Создалась угроза обрушения строительной конструкции. Люди оказались отрезвены в пути эвакуации. Очевидцам удалось запечатлеть, как люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон. По словам очевидцев, огонь распространялся стремительно. Огонь, конечно, быстро распространялся наверх, потом резко вниз пошел даже. Сильное было и треск, взрыв какой-то даже произошел. Где-то на каком-то этаже уже, когда пламя было, был сильный взрыв. Слышно очень едкий дым, черный валил, летел пепел. Людей крики не слышала, не видела. Оперативно пожарные приехали, тушение пожара началось. По уточненной информации взрывались кислородные баллоны, что привело к обрушению перекрытий. Огонь охватил около 5000 квадратов. В ликвидации ЧАЭС было задействовано более 130 человек и 50 единиц техники. К восьми часам вечера пожар удалось локализовать. На место происшествия приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Этап мы сейчас провели. Вы знаете, что в здании, которое расположено за нами, в 14.30 был вызов, шоссе пожар. Через 20 минут, 49-59 минут пожарные прибыли. Это 30-метровая лестница. Соответственно, одного человека удалось спасти. Он получил заметное отравление. Сейчас находится в реанимации на ИВР. Мы обязательно посетим. Что касается других людей, которые находились в здании. По разным оценкам, их может быть 4 или 5. Мы услышали, наверное, если с самого начала здесь взрыв баллонов предположительно. Предположительно, это леснородные баллоны. Соответственно, два человека погибли. Еще, как минимум, человек, соответственно, спасатели будут поиски продолжать. После проведения штаба есть понимание, что сушение этого здания, которое до сих пор еще имеет открытые очаги возгорания, будет предположительное время. Соответственно, только с утра пожарные будут заходить вместе с инспекторами для того, чтобы смотреть все, что там произошло. И причина самая главная. Что касается статуса здания, то нового банкротства и комплексного управления здесь 30 компаний. Как правило, это и ИП, и малые предприятия арендовали под разные цели. Как правило, упаковка или что-то связанное с таким легким производством. Все остальные подробности уже будет определять следствие. Пожарные делают свои дела. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Ярослав Трубин, Евгения Корытько, Щелковское телевидение.